Глава 7. Включаем рентгеновское зрение. Невозможно постичь и представить все то множество незамечаемых нами и невидимых чудес, которые обитают в этом мире. Фрэнсис Чёрч, редактор в передовице York Sun, отвечая на вопрос Virginia E. Honlan, существует ли Санта-Клаус? Только тот, кто может увидеть незримое, сможет сделать невозможное. Фрэн Гейнс Мое детство прошло на чтении комиксов о Супермене, в которых персонаж Супермена обладал рентгеновским зрением. Он включал его, чтобы увидеть скрытое от глаз, недоступное взгляду других людей. Теперь, когда вы обладаете знанием о человеческой игре, поле, сознании, голограммах и механизме проявления, у вас появился доступ к собственному рентгеновскому зрению, то есть открылась способность видеть скрытое от глаз, недоступное взору остальных людей. Наступает время для того, чтобы окончательно разбудить и усовершенствовать этот навык его практическим использованием. Если вы последуете за мной и примете мое приглашение совершить квантовый скачок в фазу 2, то ваше рентгеновское зрение будет усиливаться и становиться все более острым по мере его использования. Однако необходимо сделать предупреждение. Взгляд на денежную игру с использованием рентгеновского зрения внесет серьезный беспорядок в ваши мысли. Это один из тех случаев, упомянутых мною во видении, когда вы можете почувствовать себя незориентированным, раздраженным или словно после встречи с фонарным столбом. Также не исключено появление в голове следующих мыслей. Он что, сумасшедший? Он это несерьезно. Это не то, на что я надеялся, покупая эту книгу. Да ни за что. И дерьмо собачье. Подобного рода явления вполне ожидаемы. Я должен спалить ваши устаревшие схемы, которые мы выследовали до сих пор. Прежде чем заменю их новыми, пропускающими через всю вашу жизнь силу совершенно иного рода. Готовьтесь к тому, что вашему статус-кво будет брошен серьезный вызов, и знайте, что это совершенно необходимо для того, чтобы открылись двери, ведущие в новый мир, к освобождению от денежной игры. Обратите внимание, что начиная с этого момента и далее, на протяжении всей книги, я буду выделять некоторые слова курсивом, с целью поощрить вас в использовании рентгеновского зрения и напомнить вам о том, где спрятаны ограничения, запреты и иллюзии фазы 1. Денежная игра была совершенно исключительным созданием, в буквальном смысле творением подлинного гения, созданной в качестве одного из краеугольных камней фазы 1-человеческой игры, ее основным назначением было ограничивать и стеснять вас. Очень важно всецело признать, насколько изумительным созданием она была, поэтому давайте поглядим на главные правила и предписания денежной игры, включив рентгеновское зрение. В главе 1 мы говорили о трех главных правилах денежной игры. 1. Количество денег, доступных для вас и для всего мира, ограничено. 2. Деньги движутся. 3. Вы должны повышать свою стоимость для работы упорнее или умнее для умножения количества своих денег. Теперь посмотрим свежим взглядом на каждый из этих трех правил в отдельности. Количество денег, доступных для вас и всего мира, ограничено. Основываясь на том, что вы теперь знаете, это утверждение является правдой? 3. Нет. 4. Откуда приходят деньги? 5. Из находящегося в поле паттерна, содержащего конкретные детали. Если эти детали определяют большое или маленькое количество денег для невидуума, бизнеса, области или страны, то именно это будет наблюдаться и испытываться в голограмме. Если детали поменяются, то наблюдаемое и испытываемое поменяется тоже. 5. Существуют ли ограничения на количество паттернов, которые вы можете разместить в поле, или количество деталей, которые возможно включить в них? 6. Нет. 6. Существуют ли ограничения на количество силы, которую возможно применить для проявления этих паттернов в голограмме, чтобы они казались реальными? 7. Нет. Какое логическое заключение следует из всего этого? 8. Количество денег, доступных для вас и мира, поистине безгранично. 9. Деньги движутся. Вот несколько моментов, описывающих особенности этого правила. В вашей жизни существует входящий и исходящий поток денег. Деньги где-то там, и вам необходимо пойти и сделать что-нибудь, чтобы получить их и привлечь в свою жизнь. 10. Когда вы тратите деньги, они переходят от вас к другим людям, и у вас их становится меньше, а у тех других больше. У вас есть доходы и расходы, и вы должны обеспечивать превышение первых над последними, делать прибыль. Если вы хотите повысить качество своей жизни, то должны увеличивать свои доходы. Включаем опять рентгеновское зрение. 10. Если настоящим источником денег является сознание и поле, но не голограмма, то разве деньги действительно текут, движутся или уходят куда-то совсем? Нет. Вы создали иллюзию денег, перемещающихся по вашей голограмме, но она не реальна. Вы просто убедили себя в том, что такое перемещение реально. Существует ли какой-нибудь там, куда можно пойти с целью получить деньги и привлечь их в свою жизнь? Нет. Человеческая игра является игрой, созданной сознанием, и она происходит полностью в нем. Когда вы тратите деньги, то их у вас действительно становится меньше, а у другого человека, компании или организации больше? Нет. Все, что происходит в действительности, это изменение некоторых деталей в паттерне, расположенном в поле. Доходы реальны? Расходы реальны? Прибыль реальна? Вам действительно необходимо увеличивать прибыль, если хотите улучшить качество своей жизни? Нет на все четыре вопроса. Ничто из этого, имеющего отношение к правилу «два денежные игры», не является реальным. Все, что вы сделали, это создали иллюзию движения, прироста и потерь и убедили себя в том, что она реально продела фантастическую работу в этом отношении. Кстати, разве в кинофильмах деньги действительно движутся? Если некто в кинофильме заработал или потерял 1 миллион долларов, получает жалование в 150 тысяч долларов в год, выиграл в лотерею или получил наследство, разве это действительно случилось? Ничуть. Все это иллюзия точно такая же, как иллюзия движущихся денег в вашей голограмме. Вы должны повышать свою стоимость или работать упорнее или умнее для увеличения количества своих денег. Вот несколько моментов, описывающих особенности этого правила. Вы не можете просто иметь что-то, чего хотите в своей жизни. Все чего-то стоит для вас. Вы должны заплатить за это. Вы должны работать за это. Вы должны это заслужить. Делание денег – навык, которым обладают некоторые люди, а у других его нет. Вы должны освоить этот навык в мастерстве, иначе у вас никогда не будет много денег. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вы не можете получить что-то за ничто. Если иллюзия денег имеет своим началом соответствующий паттерн в поле, а вы обладаете властью создать любой паттерн, применить силу к любому паттерну и проявить любой паттерн в своей голограмме так, что он будет казаться реальным, то вы можете иметь все, чего захотите? Конечно! Вы можете иметь все, чего хотите. Единственные ограничения, которые вы можете возложить на себя, создаются вами для того, чтобы привести ваш опыт в соответствие своему предназначению и жизненной цели. Если все, что вы видите вокруг себя, все, что вы могли бы купить, арендовать, сдать в наем, обладать им – лишь голографическая иллюзия, созданная вашей силой из паттерна, размещенного вами же в поле, то может ли оно стоить чего-нибудь для вас? Неужели вы действительно должны заплатить за это? Или повысить свою стоимость, чтобы получить это? Или работать за это? Умнее или молча? Или заслужить это? Нет! Вы можете создать иллюзию обладания, и это единственное, что будет на самом деле. Те самые дым и мираж, ведь все является иллюзией. Но если все деньги приходят от вас же и паттерна в поле, как и иллюзия их движения или перемещение в вашей голограмме, то может ли существовать какой-то вид навыка делания денег, которым обладают некоторые люди, а у других его нет, и которым вам необходимо овладеть в мастерстве? Нет! Вы можете создать иллюзию необходимости овладения в мастерстве специфическим навыком делания денег, чтобы делать деньги, например, в сделках с недвижимостью, продажах акций или создании бизнеса. Или вы можете овладеть таким навыком ради собственного удовольствия, но действительно ли он необходим? Нет! 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 В главе 1 я привел такие самые распространенные убеждения о деньгах и денежной игре, вытекающие из только что рассмотренных трех основных правил. Деньги – источник всякого зла. В деньгах есть нечто грязное или плохое, а значит, и в людях, у которых они есть. Богатые богатеют, а бедные беднеют. Много денег не бывает. Ты должен управлять деньгами, иначе они будут управлять тобой. Чем больше денег, тем лучше. Деньги не растут на деревьях. Ты не можешь быть духовной личностью, если хорошо играешь в денежной игре. Лишь накопленное состояние является истинным мерилом процветания и успеха. Откладывать деньги на черный день. Основываясь на знании, которым вы теперь обладаете, можно ли утверждать, что хоть одно из этих убеждений является истинным? Отражает ли хоть одно из них правду о том, как по-настоящему обстоят дела? Нет! Продолжать можно до бесконечности, но позвольте мне сейчас задать вам такой вопрос. Вы замечаете, как прекрасно и замечательно вас ограничивали, запрещали и обесценивали три главных правила денежной игры и вытекающие из них традиционные убеждения? Обратили внимание, насколько далеки они от истины о том, кто вы есть на самом деле и как в действительности обстоят дела? Видите, насколько изумительно они служили стратегией, способствующей осуществлению цели фазы одинчеловеческой игры? Убедить себя самого в том, что вы ограничены и являетесь полной противоположностью того, кто вы есть на самом деле? Ключевой момент. В фазе два все является полной противоположностью тому, как обстоят дела в фазе один. Если представленный ранее философский фундамент моей концепции не показался вам слишком убедительным, то все равно попробуйте ответить на заданные высшие вопросы, исходя только из предложенных научных данных. Например, рассматривая эти вопросы с точки зрения одной лишь квантовой физики, вы по-прежнему увидите, что фундаментальные правила, предписания и структуры денежной игры противоречат истине о том, как все есть на самом деле. Истина в том, что бесплатный сыр бывает, и вы можете получить что-то за ничто. И нет необходимости повышать собственную стоимость, или работать упорнее или умнее для того, чтобы умножить количество своих денег. И не нужно взбираться по лестнице успеха с целью заработать их больше. Помните, расходов не существует, доходов не существует, прибыли не существует, счетов, кредитов и дебетов не существует. Все это лишь голографическая иллюзия, созданная вашим безграничным «Я» из размещенных в поле паттернов. Ваши чековые книжки и другие финансовые документы не существуют. Числа в этих бумагах не существуют. История о том, как деньги попали на ваши счета, нереальны. Все это многообразие всего-навсего голографические иллюзии. Ключевые моменты. Деньги не приходят из голограммы. Они приходят от вас и поля. В голограмме нет силы. Вы являетесь источником всей силы. Числа были созданы именно с целью предоставить вам опыт ограниченности, и в этом их истинное назначение. По этой причине количество доступных вам денег неисчерпаемо. Вы не можете иссякнуть. Не можете потерять их. Вам не нужно предпринимать что-то с намерениями сделать деньги или увеличивать их поступление к вам. Хотя, если эта игра доставит вам удовольствие, то вполне можете. Долговых обязательств не существует. Эта идея полностью сфабрикована, равно как и понятие «чистая стоимость». Не существует никаких ресурсов, которые нуждались бы в управлении или защите. Кроме того, деньги никуда не уходят, потому что на самом деле вы платите самому себе, как создателю всего, что есть в вашей голограмме. Количество денег у вас не уменьшается, когда вы их тратите. А если траты сделаны в духе фазы 2, то в действительности оно даже увеличивается, как увидите в главе 9. Если еще что-то кажется реальным, оно тоже является голографической иллюзией, принятой вами за реальность. Ключевой момент. Изобилие просто есть. Изобилие – это вы тот, которым являетесь на самом деле. Оно ваше естественное состояние. Вспомните один из постулатов квантовой физики. Поле равно безграничная сила и бесконечная возможность. Деньги создаются легко. В любом количестве, возникающее из любого источника. Достаточно создать паттерн в поле, зарядить его и проявить в голограмме. Богатство, бедность, лишение и свобода – все это равноценные голографические создания от различных паттернов в поле. Для создания любого из них требуется одинаковое количество силы и напряжение воли. Ключевой момент. Для создания в голограмме любой иллюзии необходимо одинаковое количество силы и напряжение воли. Неважно, как бы вы оценили, наименовали или описали эту иллюзию. Вдобавок ко всему сказанному, подумайте над следующими утверждениями, более подробно о которых мы поговорим в главе 10. Больше денег у вас в голограмме не есть хорошо. Меньше денег у вас в голограмме не есть плохо. Сумма, которой вы обладаете в каждый момент, предназначена для того, чтобы совершеннейшим образом поддерживать ваше участие в человеческой игре именно так, как вы сами хотели. Подчеркиваю, у вас уже есть все эти деньги и вещи, которыми вы когда-либо хотели обладать и нуждались в них. Все это уже ваше. В самом деле, вы обладаете властью и способностями создавать какое угодно количество денег у себя в голограмме. И они могут приходить к вам или появляться любым способом. Ограничения, испытываемые вами в прошлом и стесненность, в которой вы живете сейчас, сформировались из ограничивающих паттернов, созданных в поле безграничном Я. Вот именно. Это обстоятельство ничего не говорит о том, кто вы есть и на что способны в действительности, но лишь о степени, в которой вы способны дурачить себя самого. У вас имеется по-настоящему потрясающая возможность забрать свою силу из ограничивающих паттернов и схлопнуть их, призывать свое бесконечное изобилие и всецело впустить его в свою жизнь, освободиться от денежной игры полностью и навсегда. В следующих главах я начну рассказывать, как это осуществить. В главе 1 я объяснил, почему вы не можете выиграть в денежной игре. И перед тем, как продолжить, давайте включим наше рентгеновское зрение и посмотрим свежим взглядом на представленные тогда идеи. Теперь вы понимаете, что настоящий вы изначально пребывает в полноте бесконечного изобилия, являющимся вашим естественным состоянием. Денежная же игра придумана была для того, чтобы предоставить вам возможность пережить опыт абсолютно противоположного характера – ограниченности, стесненности и конечности. То есть, продолжая участвовать в денежной игре, согласно принципам фазы 1, вы будете просто обязаны испытывать ограничения и стесненность в том или ином виде, образе или форме. Кроме того, и слушайте сейчас внимательно, независимо от того, насколько огромным кажется вам количество накопленных вами денег, они по-прежнему остаются нереальными, но лишь голографической иллюзией. Их количество все так же сильно ограничено в сравнении с тем, каким вы обладаете в действительности. Им по-прежнему угрожают потери, и они нуждаются в защите, и всегда будет цена, которую вы заплатите, как участник денежной игры. Итак, к чему же вы на самом деле стремитесь? Первое. Искусственное и хрупкое состояние изобилия, по сути своей, предназначенное тому, чтобы ограничивать и снять вас, неважно насколько большими кажутся суммы, которые вы получаете. Второе. Ваше естественное состояние неисчерпаемого изобилия, а также свободы и бесконечного количества денег. Я выбрал второй вариант. Оставаться верным делу полного раскрытия себя, моей истинной природе и естественному состоянию неисчерпаемого изобилия. Именно приверженность ему, в конечном счете, привела меня к освобождению от денежной игры. Теперь вы готовы узнать элементы тех практических шагов, которые уведут вас от нее. Чтобы сделать первый из них, переверните страницу в главе 8. Этим. Этим.